Поселок Техникумовский, который неподалеку от Глазуновки, улица Карла Маркса, дом 2. Температура что-то около минус 1, нуля градусов. Но этот сюжет про температуры кипения и достаточные для того, чтобы обыгревать бойцов в блиндажах и подвалах. Про какие температуры речь? А про то тепло, что идет от блиндажных свечей, которые делают для фронта студенты Глазуновского сельхозтехникума. Тепло это не только от горящей начинки в консервной банке, но будто и от сердец студентов, которые взялись за работу. Без понукания, принуждения и пафосных призывов. В принципе, готовы делать то же самое аж на занятиях, одновременно слушая лектора и иногда отвлекаясь для заметок в конспектах. Студенческий актив разбит на группы. Это режет картон, сворачивает его в рулоны и ставит фитили. Все началось чуть ли не два года назад. И педагоги, и студенты стали собирать то, что называется гуманитарка. Стали плести маскировочные сети и писать письма бойцам. А 11 студентов из числа заочников ушли в академический отпуск, подписав контракт. А сейчас про приятный случай. Именно что от слова случайность. Наш выпускник нашего техникума, посылка, которую мы собрали, попала ему. И он говорит, я когда увидел Глазуновский техникум, я не знал даже, как это, что это, как могло так быть. Вот именно ему. Знает техникум уже и годькие случаи. Трагедия. Недавно простились с Владом Силаевым, выпускником, 21-летним танкистом. Прямое попадание в машину. И это только сил прибавило и подтолкнуло к большей работе. Вот вторая группа студентов, которые заливают картон и банки парафином. Он относительно долго топится, зато потом быстро остывает. Надо успеть вовремя разлить его по банкам, хотя бы штук в 5-6. И снова разговор про температуру. Если мы немножечко задерживаемся, то парафин застывает. Следовательно, приходится снова его разогревать и повторять вновь. Ну, остывает буквально, все зависит, конечно, от объема. Мы вот разливаем при помощи чайников. Ну, буквально минут 7-8 до 10 минут. И все. В этом сюжете мы хотели показать предпринимателя Александра Серегина, с которым техникум сотрудничает не меньше года. А познакомились, когда администрация СУЗа узнала, что Александр передает помощь в руки бойцам. И те даже приезжают к нему сами. Так техникум стал докладывать военные грузовики и свои посылки. К печкам, которые Серегин вместе с товарищами вводит на фронт. Но Александр в этот раз не в прицеле нашей камеры. Был на форуме Народного фронта «Все для победы». Так вот, Серегин закупает парафин для свечей и отгружает студентам под их молотки и в чайники. Около трех тонн буквально за месяц мы залили в эти свечи, окопные свечи. Еще предприниматели и его комрады из волонтерского сообщества «Глазуновка ЗОВ» везут в мастерские и техникум о заготовке для буржуек, чтобы немного разгрузить собственную мастерскую и увеличить печной тираж. На данный момент отдаем 10 штук. Пусть ребята пробуют, стараются. Заодно и какие-то знания получат по поводу сварки. Это третья группа. Второкурсники. Полтора десятка человек. Ежедневно выдают по паре буржуек из старых газовых баллонов и даже больше. Все для блиндажей и подвалов, где наши бойцы оборудуют пункты временной дислокации. До этого мы уже своими силами закупали материал, приобретали, варили более сложные конструкции, буржуек с кругами, где можно уже готовить пищу для более стационарных мест. Ребята, понятно, что они в курсе. Они знают, для чего варят, кому варят. Стараются? Конечно, конечно. Стараться надо всей стране. И сюжет этот для примера. И, как укор, обществу, не очень-то отмобилизованному самим фактом СВО и даже Ханжевскому. И тем более не умеющему что-то делать руками. Сергей Быковский, Дмитрий Дергачев, телеканал Первый областной.